Ротари-движение И у нас сегодня в гостях глава Международного комитета Украина-Бельгия Ольга Змеевская и основатель комитета Украина-Бельгия Жан-Пьер. Ольга, скажи, пожалуйста, как появилась, родилась вот эта идея создать такой комитет? Наш клуб по приглашению Ротари-клуба «Льеш» посетил Бельгию. И кроме города «Льеш» мы посетили также еще примерно 10 клубов Ротари-клуба «Бельгия». Мы подружились, мы узнали друг друга поближе. И оказалось, что Бельгия и Украина имеют очень много общего. Таким образом, когда мы наладили дружественные отношения между ротарианцами, мы долго разговаривали с Жан-Пьером о том, что мы могли бы сделать для Украины, для Бельгии. Сделали комитет. Что вас привлекло в Ротари-клубах Украины? Что вас привлекло в ротарианцах украинского клуба? Есть несколько вещей. Я имею в первую очередь, это Кориня, украинский. Мой отец был украинский. Мама была французенка. И у меня была такая возможность встретиться с франкофонным клубом в Киеве. Это была единственная прекрасная возможность. И у меня была такая возможность для себя открыть огромное количество друзей киевлянцев и также харьковских наших друзей. Это мне было такое желание возвращаться больше и чаще. И мне было такое желание возвращаться больше и чаще. И мне было такое желание, что мы можем воплотить в этой жизни вместе. Вот мне, наверное, повезло, потому что я присутствовал на торжественной церемонии подписания вот этого акта о создании этого комитета Украина-Бельгия, Бельгия-Украина. Прошло не так много времени. Скажите, пожалуйста, а что после этого торжественного момента было уже практически сделано? Мы работаем по нескольким проектам. Это в первую очередь продолжить проект по миру. И так, первый проект конкретный, который мы уже реализовали в этом году, это концерт. Где мы объединили это публику и музыкантов Украины, России и Японии. Олечка, к тебе вопрос. Вот Жан-Пьера я очень часто вижу на Украине. Скажи, пожалуйста, ты в Бельгии так же часто бываешь? Я чувствую в Бельгии себя как дома и в Бельгии бываю часто. Мало того, я хочу сказать, что я и в ближайшее будущее собираюсь в Бельгию. Приглашаю членов комитета Украина-Бельгия посетить вместе со мной Бельгию. Хорошо. Скажи, пожалуйста, вот теперь с точки зрения практической. Комитет существует для того, чтобы помогать развитию ротарийского движения, реализации конкретных проектов. Скажи, пожалуйста, от ротари-клубов Украины, чего ты ждешь как руководитель этого проекта, как руководитель этого комитета? Конечно, я жду активности и поддержки. Очень активно себя проявляет ротари-клуб Анаре де Бальзак, Володя представитель клуба и чартерный президент. А также ротари-клуб София и Тамара Недобор, которая тоже в рамках комитета Украина-Бельгия сделала проект и свозила в Бельгию, во Францию выставку-экспозицию касок, очень красиво разукрашенных в украинском стиле. Ротари-клубы Украины вообще активны, поэтому я, конечно, приглашаю всех в работу, чтобы мы могли сделать больше на благо людей. Вот часто складывается такое мнение, что Украина такая страна бедная, и что она выступает вот все время в качестве какого-то просителя. Скажи, пожалуйста, а что Украина, вот такой вот комитет, такое общение дает для бельгийских ротарианцев? Это очень важный момент, чтобы передать знания и что такое Украина. К сожалению, что касается средств массовой информации. Но мы понимаем, что люди очень мало знают Украину и историю Украины. И эти мотивы для ситуации. Поэтому это наша работа, чтобы передать это все. Я не ошибусь, если скажу, что вы видите вот в этом сотрудничестве, в деятельности этого комитета, потенциал взаимовыгодного, взаимообогащающего сотрудничества. Ну что, большое вам спасибо. Желаю вам успехов. Очень рад вас видеть на Украине, встречаться на таких мероприятиях. Надеюсь, что мы еще долго будем дружить и встречаться. Всего доброго. Спасибо. Спасибо.